Как защитить кишечник и печень от COVID-19? Рекомендации врачей. COVID-19 бушует уже больше года. На фоне массовой вакцинации ограничения в России потихоньку ослабляют. Но это не повод терять бдительность, делать прививку явно будут далеко не все. При этом, как известно, коронавирусная инфекция подрывает не только работу легких. Она надолго оставляет свой след в каждом уголке человеческого организма. Особо сильный удар получает пищеварительная система, в основном достается желудку, кишечнику и печени. COVID-19 вредит кишечнику. Главная мишень COVID-19 – это рецепторы оси-2 типа. Именно их коронавирус использует как ключик к человеческому организму. Прикрепился к рецепторам и может захватывать территорию. Оси-2 есть в легких кишечнике печени и желчевыводящих путях. Это отчасти объясняет, почему коронавирусная инфекция поражает желудочно-кишечный тракт. Исследования показали, что даже после исчезновения респираторных симптомов кашель, температура, потеря, обоняние, вирус может сохраняться. В кишечнике пациента еще до полутора месяцев. Человек может это чувствовать, а может нет. Типичные проявления со стороны больного кишечника – нарушение стула, диарея, боль в животе и жога, вздутие, повышенное газообразование. Что происходит с желудочно-кишечным трактом, пока COVID-19 там находится? Ученые выяснили, что вирус, во-первых, разрушает слизистую оболочку кишечника и повышает ее проницаемость для бактерий и токсинов. А, во-вторых, он нарушает баланс кишечной микрофлоры. Кроме COVID-19, негативное влияние на ЖКТ оказывают нестероидные противовоспалительные НПВС и антитромбоцитарные препараты, которые используют в лечении этой вирусной инфекции. В конечном счете у больного развивается синдром дырявого кишечника, который может принести массу неприятностей со здоровьем. Страдает не только пищеварительная система. Из-за того, что болезнетворные микроорганизмы начинают проникать в кровь, человек ощущает повышенную утомляемость, испытывает головные боли. У него может внезапно появиться аллергия. В долгосрочной перспективе возможны более серьезные последствия, нарушения в работе мозга, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Что происходит с печенью при COVID-19? Печень – это орган, который пропускает через себя абсолютно все, что попадает в организм. Поэтому COVID-19 не может обойти его стороной. Частота случаев повреждения печени при коронавирусе колеблется от 15% до 53%. Коронавирусная инфекция воздействует на печень с трех сторон, прямое вирусное поражение, иммунные реакции, лекарственное повреждение. Препараты для лечения COVID гипототоксичны. Ученые пока не могут определить, какой из этих факторов играет ключевую роль. Но одно предельно ясно – печень нужно обязательно защищать при заражении COVID-19. Особенно людям с уже имеющимися хроническими заболеваниями гипотобилиарной системы. Эти пациенты, как известно, подвержены риску более тяжелого течения коронавирусной инфекции. Как помочь лечению кишечнику? Национальная медицинская ассоциация по изучению сочетанных заболеваний НСЗК в связи с пандемией коронавируса выпустила национальный консенсус – документ для врачей, в котором говорится, как защитить и восстановить желудочно-кишечный тракт при COVID-19. Основные рекомендации для предотвращения и устранения повышенной проницаемости слизистой оболочки ЖКТ следует применять гастроэнтеропротекторы. Из группы рибомильпида – рибогид. Это вещество восстанавливает слизистый барьер на всем протяжении пищеварительного тракта. Кроме того, исследования показали, что рибомильпид оказывает положительное воздействие на дыхательную систему. Для предупреждения поражения печени НСЗ рекомендует применять препараты Урсадизоксихолевой кислоты Урсасан. УДХК защищает не только клетки печени и желчных протоков. Как выяснили ученые из Шанхайского университета в Китае, это лекарство снижает воспаление в дыхательных путях, риск развития цитокинового шторма, отека и фиброза легких. Когда нужна профилактика, официальные инструкции для врачей предписывают назначать пациентам из групп риска препараты еще до заражения COVID-19. Это, в первую очередь, относится к больным с хроническим заболеваниями печени, желчного пузыря, желудка и кишечника. Принимать лекарства без назначения доктора не рекомендуется. Необходима консультация специалиста.